Ребят, привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс, и в этот раз мы посмотрим с вами видео с канала Новые Алдовые. На этот канал я наткнулся совершенно случайно, мне скинул его подписчик, и знаю о данном авторе канала лишь то, что его иногда называют Сони Боем, то, что у него были какие-то там терки с чуваком давным-давно, и где-то писали, что он не моет голову. Конечно, не лучшее описание, но нам пофиг, как выглядит человек, это дело каждого, и вообще, нас сегодня интересует его контент, а точнее видео про Xbox Game Pass. Дабы не выдергивать какие-то фразы из контекста, мы будем смотреть этот видеоролик от начала до конца, приготовьтесь, оно будет немаленькое. И по мере просмотра я буду давать свои комментарии на все происходящее. Если вдруг кто-то смотрел данный видеоролик и не хочет его пересмотреть заново, то для вас я подготовил тайм-коды в комментариях. Заглядывайте и смотрите. И да, попрошу сейчас каждого прямо сейчас поставить лайкусик под это видео, дабы помочь ему немножко продвинуться вверх. Спасибо. У нас все готово, поэтому давайте начинать. Хотя, стойте, еще немножечко. В моем инстаграме проходит сейчас розыгрыш на Gears War 4. Большое спасибо за код Анатолию. Чтобы участвовать в этом розыгрыше, достаточно просто подписаться на мой инстаграм, ссылочка будет в описании, поставить лайк под этим фотом и оставить абсолютно любой комментарий. Более подробная информация по конкурсу будет под фото в инстаграме. Все, у нас точно все готово, поэтому давайте начнем. Здравствуйте, дорогие мои дорогие. Настало время поговорить о успехе Game Pass, так называемого, по поводу недавнего релиза Пятых Гирь, так как уже начали появляться кое-какие цифры. Во многом кое-что сбывается из того, что я предсказывал. Ровно как весьма немало сбылось насчет того, что я предсказывал по поводу второй части The Last of Us еще два года назад. И где все эти люди, что же они такие зачуханные, расползлись по углам и там своими ножоночками по-тихому семенят в полузме. Когда, знаете, говорил, что на самом деле та же самая E3 не дико важна для больших ААА-проектов, вот один из топовых комментариев, допустим, был такой. Ну и теперь, когда нам показали The Last of Us, и по сути сбылось все то, о чем я говорил, так как без всякой E3, без всей остальной информационной шелухи, просто миллионные просмотры, забиты все твиттеры, все журналисты ждут показы и прочее. Где это-то че... Когда он выплатит и напишет, батя, я был неправ, извини, пожалуйста, вы рожденцы. Нет, такого не случится. Он будет сидеть где-нибудь в уголке. Так вот, давайте к гирям. И непосредственно по поводу геймпасса. С вами Айджекс, канал Новая Лдовая, поехали. А, это было только начало? Ладно. Майки написали, что гири, типа, это супер успешный старт со времен старта четвертого Halo в 2012 году. И, типа, в первые деньки в гири поиграло более трех миллионов человек. Три ляма, понимаете, это целых три миллиона. Но есть нюанс. Понимаете, допустим, первые чуваки, которые выкатывают инфу по продажам, это, как правило, британцы, британские чарты. И вот в британских чартах у гирь полный провал. Никто не берет игру. А потому что, ну, как бы, весьма логичное объяснение, да? Это фулл прайсовый релиз за 60 баксов, который ты можешь взять в геймпассе за 10 баксов. А если у тебя подписка на геймпасс, то как бы даже еще дешевле выходит. То есть за 60 баксов никто не будет брать то, что лежит рядом за 10 долларов. Но не забывайте, гирс 5 это не какая-то там индюшатина, да? Кому нравится, не нравится, дело вкусов и преференций. Но это большой ААА проект, который делали весьма долго. С большим, в каких-то моментах, может быть, даже огромным бюджетом. И может быть, он, конечно, не может равняться RDRU2, но, знаете, явно он и не такой мусор, как Rage 2. То есть это большая ААА игрушка. Главный эксклюзив, если мы говорим о платформе, Микрософтов. И 3 ляма. 3 ляма, по сути, это такая цифра, 3 там 300, по-моему, было, это которая была у Соневского Человека-паука. Первые там несколько дней продаж. С учетом того, что он лямом улетел только по предзаказам. Но это Человек-паук, конечно, вы понимаете, это супергерой и прочее, но при всем при этом, как бы, у того же самого бога войны, который не является всемирно известным супергероем и не привязан к комиксовым вселенным, у него продажи немногим хуже были в первые дни, чем у Человека-паука. Человек-паук просто перегнал его рекорд. Его продажи были где-то на уровне 4-го Uncharted, да-да, а это не Бэтмены. Это не то, что смотрел чей-то батя и сказал, вот, сынку неплохо бы купить было Бэтмена. Я помню пиздюком еще в Денди. Знаете, я посмотрел уже 4 минуты и я пока не понимаю смысла видео и не понимаю, к чему он клонит, поэтому давайте все-таки смотреть дальше. И у пятых гирь 3 ляма, но проблема в том, что Человек-паук в первые дни 3 ляма за 60 баксов, а у гирь 3 ляма за 10 баксов. А я говорил, рынок нельзя наегорить, либо ты продаешь за 60 баксов 10 миллионов копий, либо ты продаешь 60 миллионов копий за 10 баксов. По-другому оно не работает, понимаете? И по большому счету многие все эти чуваки, которые говорили насчет подписки, опять же вспомнен великолепного дельца из Electronic Arts, они как раз об этих цифрах и говорили. И вот мы получаем первые ласточки. 3 ляма. Даже не 10, даже не 15. А теперь сравните, что больше. 3 ляма гирь за 10 баксов в геймпассе, либо просто давайте возьмем миллион Человека-паука за 60 баксов по предзаказам. Понимаете, чем днище-то попахивает, а? Знаете, я пока не понимаю, почему он прицепился к этим 10 баксам, то есть к подписке. В источниках не было нигде указано, что эти 3 ляма купили игру только за 10 баксов. Я знаю людей лично, которые брали гирь 5 по предзаказу из самой дорогой издания, то есть даже не за 60 долларов, а за 80. И такие люди существуют. И все потому, что у этой игры есть фанаты, и они не хотят пользоваться подпиской, а хотят купить игру за фулл прайс, и чтобы она у них осталась навсегда. И то есть из вот этих вот 3 лямов, к которым он так прицепился, есть процент людей, которые игру покупали все-таки за 60 баксов, а то и больше. Поэтому я опять же не понимаю, зачем он к ним прицепился, и что он этим хочет все-таки сказать. Давайте смотреть дальше. Поэтому Microsoft и во многом настолько издержанны. Хотя, знаете, с другой стороны, возможно, это типа лишь первый шаг, да? Но не будем забывать, что первые шаги бывают разными. Даже успешные в мире компании иногда принимают не очень крутые решения. И несмотря на то, что у них все стреляет, есть какие-то сервисы, ну, которые почему-то уходят на днище. Google+, ау, алло, как там дела? Что с тобой, дорогой мой дорогой? YouTube развивается, прочие гугловские площадки работают. Google Maps тоже отлично двигается в своем направлении. Google+, ну, как бы, все. Я понимаю, что большим корпорациям не дает покоя Netflix. Большим корпорациям не дает покоя различного рода Fortnite. Но бывает, когда ты гонишься за гигантской, огромной добычей, по итогам ты тратишь все ресурсы и оказываешься с хуем в кулаке. Потому что вот о чем говорит ставка на Core Аудиторию. Да? Вот вы хотите синглплеер? Даже такая тема, как Days Gone, отлично продается. Потому что на это есть спрос. Как Человек-паук, вообще мультиплеера нет. Миллион улетает по предзаказам. Боги войны, Uncharted, вторая часть The Last of Us. Не надо градить велосипед. У вас будет, пусть не самая большая, фортнайтовская детская база. Но у вас есть пока мест до данного промежутка времени Core Аудитория. Которая действительно за 60 баксов возьмет эти проекты. Но, смотрите, после этого ведь ты снова их продаешь, да? Ведь есть распродажа для тех, кто не купил, для тех, кто ждал, для тех, кто что-то потерял. Вот в полцены, иногда даже в 10 баксов, иногда всякие скидки и прочее. То есть постепенно все это дело продается. Если я сейчас правильно понимаю, то этот парень в компанию гиганта пытается научить, как правильно заработать деньги. Если я все-таки правильно понял мысли, и это действительно так, то... Давайте досмотрим дальше. И здесь вполне резонно кто-то может мне возразить в своей головушке. Типа, чувак, но ведь гири тоже лежат в геймпассе за 10 долларов, да? И если я не взял этот геймпасс на релизе, я, может быть, куплю его там через месяц, через пару месяцев, через год. И гири снова будут там лежать. В принципе, верно. Но учитывая то, что те люди, которые купили геймпасс в этом месяце, в следующем месяце, будут ожидать его пополнения. Либо, может быть, в следующем месяце или даже несколько месяцев после этого они будут играть в те игры, которые уже находятся там в библиотеке. Но настанет день, когда они скажут, а где следующая игра? А мы ждем следующую игру. И кто будет готов предоставить вам такого уровня AAA проект за 10 долларов, если он окупается хуже, чем предзаказы 60-баксового спайдермена? Я уж не говорю о всем остальном ревенью. Ведь гири это не просто какая-то неизвестная франшиза, да? Типа, микрософты придумали новый опишник или решили, я не знаю, воскресить какой-нибудь Advent Horizon. Гири для них это, ну такой, свой определенный бог войны, да? Это тема, которая должна продаваться. И, в принципе, 3 ляма потребителей неплохая история для первых дней. Но проблема в том, что все они за 10 долларов. Господи, да кто тебе сказал, что они все за 10 баксов? Еще раз повторяю, для всех не было точной информации, что из этих 3 лямов все купили игру за 10 баксов. Ибо она еще продается и в розницу. И если там в британском чате написали, что она продается хуже каких-то частей, это не значит, что она не продается вообще. И микрософты сейчас такие сидят, спуем в колоке. Ну да, окей, у нас и дальше будут лежать гири в геймпассе. Мы что-то будем продавать для мультиплеера, скины терминаторов, прочую хрень. Но помимо того, что там все это дело лежит, нам нужно наполнять это новыми играми. И вот тут в следующие месяцы вместо великолепных ААА гирь к вам едет различная индиссанина за 10 долларов, за 5, за 3, за 2, за 0, за которую вы будете платить 10 долларов, ровно как за гири. Это знаете, как великолепные акции иногда бывают. Заходите к нам, смотрите, сегодня у нас какая распродажа, пожалуйста, берите. Ты такой, нихуя себе, глядите, лосось за 3 копейки, качественный, вот буквально свежий. Ты такой взял, приходишь на следующий месяц, говоришь, а где ваш лосось? А тебе говорят, извини, чувак, сегодня у нас уклейка. Причем не просто уклейка. Наш повар по нее своим днемытом хуем постучал. Я же как, я же пришел к вам, вот смотрите, купон, я вписался в эту историю. И тебе такой, ну чувак, ну год еще, может подожди, вот через год там будет еще одна порция. Это не точно, что год, но вот как-то ты подожди, и вот все будет. А пока на уклейке, вот она как раз из-под залупы нашего повара торчала, возьми, вкушай, очень вкусно. Ждем твоих следующих денежных вливаний. Знаете, я его немножко не понимаю, так как я всегда мыслю как потребитель, не более. Он же в этом случае мыслит как мега крутой диванный аналитик, который пытается научить компанию зарабатывать правильно деньги. Получив такую игру, как Gears 5, по его мнению, люди будут и дальше хотеть получать такие игры, но, к сожалению, будут получать все время инди-говно. Да, инди-проекты никуда не уйдут, они будут подпиской, они будут пополняться, но, как ты сам сказал, лососи-то все равно останутся. Если уж вдруг тебе надоел этот лосось, ты можешь поиграть в другие игры, в которые ты еще не играл. Тем более, каждый месяц игры пополняются, и они не все такие хреновые, как ты думаешь. Если вдруг кому-то не нравится данная подписка, вы можете ее просто не покупать. Вот, к примеру, про инди-говно. В октябре нам дали Войну Миров Z и Dishonored 2. Я не скажу, что это прям говно игры, но тем, кто купил лосось за 10 баксов, как дополнение ко всему этому, такие игры, это, я считаю, вообще халява. И да, насчет крутых проектов, если кто не знал, то Microsoft будет добавлять свои эксклюзивы в эту подписку в дату релиза. Поэтому нас там будет ждать и новая часть Forza, и Battle Toads, и Outer Worlds, и даже, может быть, новые Halo. И даже скажу больше, в эту подписку входят крутые проекты от других студий, по типу Dale May Cry или Metro Exodus. И это все за его 10 любимых баксов. А, Джакс, если ты вдруг боишься, что компании после такого исхода не хватит денег на крутые и качественные проекты, то не бойся. Если бы было так плохо, и компания не получала бы такой выгоды, которую она хотела, то она данную стратегию отменила бы уже после Forza Horizon 4, ведь она тоже с даты релиза вошла в Xbox Game Pass. А так, я не знаю, что тебе не нравится. Как по мне, все равно со стороны потребителей выгодно покупать эту подписку. Ведь там просто куча игр, и они обновляются каждый месяц. Если вдруг новые добавления тебе не нравятся, ты можешь продолжить играть в старые. В любом случае, из этого списка каждый найдет себе в то, что он хочет поиграть. Если же брать во внимание эксклюзивы и сравнивать их с эксклюзивами Sony, то майковские, они больше ориентированы на мультиплеер и на долгосрочную поддержку. То, естественно, увеличивает у игроков желание остаться в этой игре подольше, а не просто пробежать кампанию, как это бывает у Sony. Ведь у Sony игры ориентированы больше на синглплеер, чтобы пройти и забыть. К примеру, в тех же гирях есть Орда, Мультиплеер, Побег. В Forza Horizon есть Дополнение. Есть, опять же, Мультиплеер. И кому нравятся эти игры, они будут вынуждены либо продлить подписку, либо ее приобрести, либо купить игру за фулл прайс. Какую выгоду из всего этого компания все-таки извлекает, по-моему, должно быть фиолетово. Идем дальше. Вот такая история. Нет, может быть, у вас есть какое-то логически иное объяснение. Может быть, где-то я что-то упустил. Может быть, я где-то потерял. Может, здесь есть какая-то хитрая финансовая схема, которая помогла наегорить рынок, в конце концов. Она помогла построить коммунизм, который привел к великолепному коммунизму во всем этом прекрасном царстве и государстве, а не к отсутствию туалетной бумаги. Вы просто напишите мне, где я ошибся, где я допустил неточность, где вот эти вот самые 3 ляма за 10 баксов оказались лучше, чем 3 ляма за 60 баксов в первые дни. Или, может быть, будет новый бус после дожечка в четверг, может быть, после, я не знаю, нового года, может быть, я не знаю, какой-нибудь чувак из Микрософт выйдет и перед всеми разорвет брюки и покажет свою голую волосатую жопу. Я не знаю, какой перформанс они сделают. Как случится чудо? Это как ролики на ютубе. Иногда, конечно, тоже с ними случается. Вы видели такие ролики, когда там что-то появляется. Ни хрена себе ролик ждал 10 лет, чтобы я наконец-то на него зашел. Ну, вы понимаете, да, иногда алгоритмы дают такой сбой. А в целом какая тема? Ролик собирает популярность в первые дни. То же самое везде. Игра собирает популярность в первые дни хайпа. Самые большие цены, самые большие сборы, самые большие продажи. Вот RDR 2, он и сейчас продается, понимаете? Но в те времена, когда у него был релиз, когда мы так ждали, наконец-то мы его получили, когда вокруг реклама, плакаты в городах. Вот тогда был тот самый момент баблосборища. А сейчас как бы он ушел. И вот с гирями пятыми момент ушел. И че, как-как? Какие вы ожидаете шестые гири в таком свете? За 10 баксов, а? Новый будет человек паук. Как он заколебался с этими 10 баксами? Это вообще жесть. Это за 60 долларов. А вы что возьмете с новых гирь? Снова возьмете 3 ляма за 10 долларов? Ну 4 хорошо возьмите ляма за 10 долларов. Блядь, да возьмите 6 лямов по 10 баксов. И знаете, что у вас получится? У вас получится всего-навсего 1 лям человека-паука. По пред-за-ка-зам. Вот такая вот победа. Потому что рынок не наебешь. Я, конечно, мало в этом что понимаю. В Микрософте сидят те еще аксакалы. Знаете, они везде сидели. У меня есть целая серия не вышла, да? Я рассказывал там про такие отличные студии, как Вильямс. Рассказывал про Аклайма. Про кого только я не рассказывал. Там наверху сидели прекрасные деды. Они все понимали. Они, блядь, просто были гуру маркетинга. И все дела. Но вся эта хуйня утонула. Она просто взяла и утонула. Такое бывает. Возможно, геймпасс, конечно, вывезет. Но вы поймите. Вы не можете получить за 10 долларов то, что стоит 60 на постоянную стоимость. Да заколевал ты уже со своими 10 баксами. Сверх разумы. Другого объяснения никакого у меня нет. Объясните, пожалуйста, кто ему вогнал в голову эти 10 баксов. Да, в его мыслях есть логика, что якобы отдавая игру практически на халяву, она может не купиться. И потом, в будущем, мы за счет этого не будем получать качественных проектов. Но давайте все-таки посмотрим ролик до конца и обсудим более емко. Так что вот теперь, после того, как схавали гири, рекламная кампания прошла. Пожалуйста, пользуйтесь контентом, что вам будут валить за 10 долларов. Лосось закончился. Пора жрать подзалутную кильку. Других вариантов у меня для вас нет. У меня есть, если вдруг мне надоест подписка и все игры, которые в ней, я просто не буду его продлевать и куплю другие игры. В чем проблема-то? В любом случае, данная подписка является выгодной для пользователей, поскольку она имеет кучу игр. Там уже есть крупные проекты, и если их все покупать по отдельности, это выйдет намного больше, нежели ты будешь покупать подписку. И, допустим, покупая Xbox Game Pass ради конкретной игры, ты все равно получаешь 100 с лишним игр. И из этого списка ты в любом случае найдешь, во что можно поиграть. Game Pass прекрасный сервис вчерашнего дня. Но он не может кормиться будущим. Он может лишь подъедать после этого будущего те остатки, которые оно после себя оставляет. И здесь, опачки, парадокс. А этим уже занимается PlayStation Plus. Вот это поворот. Такая же хуйня, смотрите, а. Только в нем не появится The Last of Us 2. Только, может быть, на релизе The Last of Us 3. Смотрите, как забавно, а. Сейчас идет хайп по Last of Us 2, и как раз PlayStation Plus раздают первую часть. Не прошло и скольких там лет. Вот это так может работать. Серьезно, я смотрел этот ролик для того, чтобы в конце услышать, что Sony молодцы, а майки такие бараны, что продают игру за 10 баксов. Ладно, давайте досмотрим этот ролик, осталось все-таки недолго. По-другому оно в этом рынке не работает. Хотя, с другой стороны, те, кто понимают, они и так все отлично понимают. А те, кто не понимают, верьте в чудо микрософтов. Они всех переиграли. Такое случается. Google Plus передает вам привет. С вами был Ajax. Люблю вас всех. Подписывайтесь на канал. Ролик подошел к концу. Давайте его все-таки детально обсудим. Знаете, я никогда не думал, что парень из аниме будет пытаться компанию-гиганта учить, как правильно вести себя на рынке. И не понимая, зачем считать чужие деньги, если ты, по сути, не имеешь отношения никто и никто и компанией. Окей, допускаем, что Майки продает игру свою за 10 баксов и теряет ту огромную прибыль, которая, в принципе, зарабатывает Sony. Но он не учел, что данная ситуация была уже с Forza Horizon 4. И ее тоже не было невыгодно продавать за 10 баксов. Она также, как Gears 5, вышла в дату релиза в геймпассе и тоже продавалась в розницу. И что? Да ничего. Просто больше людей купили эту игру и попробовали подписку, дабы попробовать эту игру. И Майки в этом случае поимели денег с пользователей и за игру, и за подписку, потому что если ты хочешь играть, ты будешь должен платить. И все, кто не пробовал данную игру, будут вынуждены либо, опять же, подключиться к подписке, либо же купить игру за фулл прайс, поскольку она не перестает продаваться в розницу за 60 баксов. Просто я не очень понимаю, зачем отбрасывать тот факт, что она все-таки продается в розницу и ее можно купить за 60 баксов. Представляешь, люди такие бывают и не покупают игру за фулл прайс, чтобы она у них осталась навсегда. И судить, сработала ли стратегия или нет, будет лишь финансовый отдел, поскольку, если так рассуждать, то нужно брать во внимание маркетинговые затраты, нужно брать затраты на разработку. И в данном случае может получиться ситуация, что на ту же Gears 5 было потрачено, например, меньше денег, чем на разработку и на пиар Good of War. И, собственно, поэтому компания делает вот такой вот шаг и продает эту игру практически на халяву за 10 твоих любимых баксов. А судить как диванный аналитик, не учитывая затраты, ну, как по мне, это очень глупо. Возвращаясь к подписке, пользователи всего лишь за 10 баксов могут поиграть в более чем 100 игр и пожрать лососи в виде хороших проектов. Проблема данного персонажа в том, что он зачем-то считает чужие деньги и слишком грубо смотрит со стороны потребителя, дабы ему ничего не нравится. Ну, если не нравится, не покупай. И по его мнению, складывается такое ощущение, что в подписке, кроме Gears 5 и инди-говна, больше ничего нет. Есть! Абсолютно каждое мнение имеет право на существование, но, как по мне, данный контент, мне кажется, нравится людям, которые любят считать чужие деньги и якобы разоблачать большие компании в их неправильности ходов на рынке. Высхожу сейчас как потребитель. Лично мне пофигу, сколько зарабатывает Microsoft, поскольку я к этому отношению не имею. Я лишь люблю играть в видеоигры и пытаюсь найти для себя удобные, а самое главное выгодные условия их приобретения. И в данном случае это подписка Xbox Game Pass. Почему? Да, потому что я при помощи подписки получаю все эксклюзивы Microsoft и старые и новые ИТ-игры, в которые я хочу поиграть. Возьмем тот же Devil May Cry 5. Это трипл проект. Да, он вышел не совсем вчера, но видеть его в подписке за 10 баксов, это круто. Metro Exodus добавлять не буду, сами понимаете, она тоже есть в подписке. Да, в подписке есть инди-проекты, и лично я в них иногда паирую, когда мне надоедают эти лососи. И покупая в данном случае подписку, я плачу за игры, в которые я хочу поиграть. А остальные, которые лежат в подписку, это как приятный бонус. Хочу, к примеру, поиграть в Devil May Cry, хочу поиграть в Forza, хочу поиграть в инди-проекты. И все это за 10 баксов. И это намного выгоднее, нежели я покупал все эти игры по отдельности. Повторяюсь, если бы майки были бы такие глупые, то данную стратегию они отменили бы уже после Forza Horizon 4, поскольку она тоже с даты релиза вошла в подписку Xbox Game Pass. Ее невыгодно было продавать за 10 баксов. И вряд ли майки такие уж глупые, что второй раз прыгают на одни и те же грабли. Если же Аджакс считает себя мега крутым аналитиком и там что-то вдруг предсказывает, то мне кажется, это повод ему создать уже свою компанию и научить своих сотрудников, как не продавать игры за 10 его любимых баксов. Короче, веселый нам сегодня персонаж попался. Ждем Гири 6 и посмотрим на это его предсказание. Аджаксу спасибо за видео и ему нужно отдать должное, поскольку он в продолжительный срок может без остановки выражать свою мысль. А на этом у меня все. Если понравилось данное видео, то ставь лайк, подписывайся на канал и не забывай оставлять свое мнение в комментариях, как вы относитесь к автору данного канала. Большое спасибо за просмотр, друзья, и до новых встреч.